На библейский партлоксгет поступил вопрос, как непрестанно молиться, если работа поглощает все внимание. Когда человек задавал вопрос, по всей вероятности, он имел в виду первое состояние, когда человек учится молиться, и он с молитвословом стоит перед иконой, и читает текст, который там написан, пытаясь адресовать его тому, кто нарисован на иконе. Я думаю, что когда апостол Павел говорил нам, что непрестанно молите и за все благодарите, и в полослании другом он говорил, будьте постоянно в молитве, и бодро сидите в ней с благодарением. Благодарение – это одна из высших степеней молитвы, выше нее только стоит созерцание. Я думаю, что молиться, по всей вероятности, можно при любой работе. Если кто-то интересуется о молитве, написано очень много книг, очень много назиданий и наставлений, поэтому молитва – это внутреннее состояние человека. Если ты сидишь за рулем, то Иисусу молитву тебе ничего не мешает читать. Ведь когда за рулем люди едут, они же включают музыку, иногда даже такую музыку, которая мешает думать. И приходится иногда водителя просить выключить. Но вот такую музыку слушать есть время, а помолиться нет времени. Ну, можно включить псалтирь, можно включить, когда есть записи, когда читают послания апостольские. Это тоже состояние молитвы, когда человек размышляет о Боге, о Боге, о всем, что говорили апостолы, о всех обстоятельствах, о времени, о персонажах, которыми наполнено евангельское время. Это тоже будет состояние молитвы, потому что это будет состояние размышления о Боге. Какая работа может помешать человеку молиться? Ну, даже если человек головой работает, все равно Иисусу молитву. Вы знаете, есть такая схема, когда у человека пять органов чувств, и каждый из органов чувств участвует в деле молитвы. Обоняние. Мы вкладываем ладан, фимиам, в кадилы читаем молитву. Кадилы теперь проносим в Христе Божьем нашего неблагого ханя духовного. Слышали такую поговорку, да, боится, как черт ладана, да. Созерцание. Мы смотрим на икону, даже у святых отцов говорят, если увидел красивую икону, подойди к икону, закрой глаза и молись, чтобы даже икона созерцанием не мешала человеку внутренней работе. Обоняние, созерцание, вкус. Вкус. Мы с вами причащаемся тела и крови Христовой. Это тоже одна из высочайших степеней молитвы. Осязание. Вы видели, когда-нибудь монах перебирает четкие, каждая горошинка — это Иисусова молитва. И поэтому, когда человек привыкает через осязание молиться, он даже потом просто перебирая шарики, у него формируется вот обратная связь, начинает работать молитва. Поэтому, если вы себя приучите во время какой-то работы перебирать четкие и читать Иисуса молитва, ну, с благословением духа никак, а не чтобы это было бы все правильно сделалось, чтобы не превратилось в какое-нибудь искушение. Вот. То, в принципе, я думаю, что нет такой работы, которая помешала бы человеку постоянно думать и размышлять о Боге. какая бы форма размышления не имела места быть. Будь это чтение Псалтирии, будь это слушание Евангелия, будь это произнесение словами слов, благодарения или вот такого Богообщения. Когда мы с вами читаем молитву, мы общаемся с Богом. Когда читаем Евангелие, Бог общается с нами. Видите, какой уже диалог. Поэтому я думаю, что всегда надо ставить себе задачу и выполнять. Если у меня стоит задача молиться, значит, я должен думать, как это сделать, а не думать, как мне этого не делать, и что мне мешает это делать. Если тебе что-то мешает делать, значит, нужно убрать то, что мешает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...